секреты выдавать не хочется понятно а еще лаборатория город комар скажи по поводу стерильности как у вас там при при вашей работе при формировании изготовления субстрата все 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 нормы придерживайтесь все стерильно не так как у меня здесь кустарный способ наверное предприятие короче вас серьезно это так на счастливности отвечу так брака нет по технологии которые мы готовим можно сеять практически в любых условиях плюс у нас еще набивших контакта с руками соломой нет понятно используем препараты типа лафазармин для стерилизации ясно начинал 7 лет назад рядом стояла будка собака там и сел ясно что все будет гуд спасибо будет будет будем стараться чтобы все было гуд а какие блока блоки каким размером делать и какой вес у блоков тоже такое ну 300 350 на 750 или вас другая форма блоков от 10 до 20 килограмм блоки квадратные длина 50 сантиметров диаметр 20 на 20 спасибо я понял все это делает у вас набивчик до набившихся заводской или самодельный у вас что там у вас за температура в разных городах минус 32 вы там на улицу ходите или постоянно в помещениях я в шоке минус 32 как можно плюс 5 отлично когда минус 45 будет тогда тулуп один 45 минут 10 было сегодня потеплело и растаяло ясно а сейчас все в майке машу кто хочет выкладывать свои видосы достижения а кто-то смотрит но и такое дело дополнительный доход на ю тубе а город резина это тоже молдавия или чё не надо мне дизлайки за что за что мне хотите дизлайков не лайки ставим лайки кто забыл поставить лайк давайте лайкосики можно ли разнообразие поставить если хочешь дизлайк то не надо только приехал мои 30 блоков отладили сейчас взял у разных людей по 10 блоков готовых посмотрю что с этого будет так толстая ножка добавить проветривание на приточную вентиляцию добавить надо так разница в удобности работы шлухи засыпаешь ведром а солому нужно только рукой и прессовать на встает рука и неудобно все равно солома солома и солома спасибо фёдор тебе за то что ты был с нами все давай если чё я считаю что соломе мицелли больше тратит энергии на заполнение пустот и тем самым выход выход меньше интересно мнение не знаю не знаю выход меньше если у соломы слабая питательность при нормальном питании все отлично василий лепатов добрый вечер как там у вас все порядок уже скоро будут грибочки у вас не буду спорить не пробовал у меня только 2 засев на семечке интересное мнение по поводу то что в соломе пустот много и мицелли надо больше силы отдать но я что-то думаю что связано с весом блока вес блока немножко меньше чем на шелухе так как уплотниться не может так сильно и поэтому как бы вес грибов выход меньше при морде пока не да ну ничего ну еще еще неделька неделька еще в запасе есть будут будут при морде куда же не денутся для вас на это время тянется как вечность кстати недавно пробовал к 12 впервые при плюс 2 до минус 5 и это температура вышли при морде его подъясняют как холодостойки вот и взял на пробу я понял почему вас мицелли мицелли я покупаю по 26 гривен и плюс доставка в общем 31 килограмм обходится один доллар примерно удар продается по полторы евро за килограмм не ну у нас не ну не такая цены я тоже футар покупаю только украинский ну все дело в том что наверно какая у вас средняя зарплата и об евро или минимальная зарплата минимальная зарплата и пенсия в евро может от уровня жизни зависит мы чуть-чуть украина чуть-чуть рухнула назад уровнем жизни уровнем зарплаты у нас 1400 минимальная пенсия это выходит 50 долларов ровно 50 долларов минимальная пенсия минимальная зарплата что-то около 4000 гривен это получается 150 долларов ну да 150 долларов и все да ничего если б у нас и вас не дорожал и свет не дорожал и условия жизни дорожает по сравнению с доходом и тратами на коммунальную нас очень очень неблагоприятная ситуация вас лишь может по другому все или или я не так может что-то говорю минимальная зарплата есть кто получает 50 евро вообще по статистике 300 евро по стране но такую зарплату на пальцах рук пересчитать кто имеет в основном 150 200 евро зарплата свет 1 доллар 10 киловатт я в шоке это 10 евро 100 киловатт правильно но у нас свет дешевле по любому у нас до 100 киловатт платят 90 гривен пока ну и там потом выше вот 100 киловатт до 600 киловатт по моему гривна 60 или гривна 70 2 и 7 евро за 10 кубов но вас дешевле у нас получается вас стоит один куб 8 гривен такая же цена на вас но у нас за 10 кубов 80 гривен ну короче я так понял что у вас нам молдавии тоже не совсем все так как хотелось бы обычным людям здесь от к нам скупляются у вас еще и товары дороже что ли я сегодня сварил завтра буду бить а ты ферментируешь а на простом языке что это обозначает ферментируешь не могу понять ферментировать что значит ферментировать пожалуйста мицели сыплю сыплю слоями но я тоже сыпал раньше но так она мне удобнее быстрее намного мне так кажется я конечно по времени еще не сравнивал но в такой способ когда перемешиваю мицели он более равномерно по всему блоку распределяется по всему субстрату засеянного это какой-то такой умный процесс в котором нужно якобы оставить остывать субстрат естественно чтобы в этот момент поработали нужные бактерии вроде это так работает ну по целый день остается остывание остывает но в мешках наверно неправильно то что он так остывает но все как бы некоторые еще кислород снизу подают а так я тут его перемешиваю даны и подается туда кислород смешивается с воздуха и когда набиваю тоже тоже воздух закачивается такого крот почему грибы растут в ножку а шляпка не развивается это потому что не хватает приточной вентиляции установи вентилятор если стоит вентилятор сейчас на приточке то поставь еще более мощный вентилятор не хватает им воздуха чтобы развиваться да она у меня так и стоит днем не то нужно чтобы ночью баки бы стояли бак ночь в баке чтобы стояли инга инга привет кто присоединился лайк пальчик вверх прожмите пожалуйста ну у меня в воде они ночью всю ночь стоят считается это как ферментации или нет или нас без воды стояла сначала но всю ночь стоит как бы в этой воде во всей потом с утра я воду сливаю и до вечера стоит на открытом воздухе остывает и стекает вода считается это ферментация или нет она напишите короче ферментация проходит при температуре 75 плюс 55 если ниже температура уже не то нужно чтобы без воды давай к нам группу грибоводов я ватсап я тебе все объясню да значит я не делаю ферментация термофильные бактерии тебе нужны короче они только с кислородом развивается так а что что улучшается при при ферментации что улучшается объем грибов выхода грибов или качество грибов что лучше становится термофильные бактерии что-то знакомое там на том сайте где я покупаю этот мицелий там тоже вот этот бактерии предлагают купить температура горячей воды для ферментации не должна подняться выше 80 градусов при заливке компоста перерабатывают сахара и триходермы нет чем питаться становится селективный субстрат плюс увеличивается процент азота в компосте будешь грибницу идти это уже такая традиция а что нам показывать я грибочки распродал основную массу правда что на этом самом на картон на блоке из картонной коробки начали грибочки там особо показывать нечем я лучше сниму на на обычный фотоаппарат обычное видео сделаешь об она там все красиво видно было и четко но потому что на телефон там особо особо вообще ничего не видно я сделаю обзорчик на фотоаппарат кто забыл лайкосик поставить пожалуйста нажмите пальчик вверх